Время отдать долг родине. Молодые приуральцы отправились постигать военное ремесло. В ближайший год они сменят повседневную одежду на камуфляжную форму. Провожали новобранцев, ветераны сферы, родители, представители Акимата Уральска, а также наша съемочная группа. Вот они, бравые парни. 35 человек, которые успешно прошли медкомиссию и теперь поедут обучаться премудростям военного дела. Каждый из них отмечает, что решение отдать долг родине – инициатива добровольная. Иду на службу в Жамбул, в Атар. Давно хотел на самом деле служить родине. Считаю это каждым долгом мужчины. Вообще каждый парень должен отслужить. А те, кто не хочет, на самом деле не считаю их мужчинами. Мне кажется, это долг каждого гражданина. Всего во время осеннего призыва в различные виды войск планируется направить около 600 приуральцев. В проводах уже отобранных новобранцев приняли участие руководство департамента по делам обороны, ветераны отрасли, родители будущих воинов. Представители атаки маток города. В стройных рядах будущих солдат Нурдаулет Закария. Парень только в этом году окончил Сападо-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангирхана. Мой сын пошел служить по собственному желанию. Как отец я желаю ему хорошей службы. Мы пришли сегодня проводить новобранцев. Желаем нашим ребятам только удачи. Все поступающие обращались к будущим солдатам со словами напутствия. По их мнению, защита родины – это долг каждого гражданина. Родителям мы выражаем большую благодарность, что воспитали своих сыновей настоящими патриотами. Сегодня мы провожаем 35 ребят, которые отправляются исполнить свой гражданский долг. Желаем им удачи. Стоит отметить, что те, у кого есть высшее образование, имеют возможность нести не срочную службу, а по контракту. Алексей Кочмасов, Рустим Ищанов, Айдос Кисимов, телеканал Акжейк.